В нашей клинике мы всегда очень стремимся следить за новинками мировой эстетической медицины. В частности, радиоволновой лифтинг – это очень популярная процедура. И сейчас у нас есть новый вариант этой популярной процедуры. Объясню, почему это так важно и так в последнее время бурно развивается много вопросов, много разговоров именно об этой процедуре. С одной стороны, большой плюс этой процедуры, что вы выходите практически без никаких изменений на лице. То есть восстановительный период практически равен нулю. Это с одной стороны, с другой стороны, это все равно выраженная, научно доказанная стимуляция коллагена. Это значит хороший тонус кожи. Это предотвращение образования морщинок. Это улучшение цвета и качества кожи. Это то, что на самом деле в какой-то мере первые две процедуры, возможно, вы вынуждены поверить доктору первую и вторую процедуру. Потому что на самом деле результат заметен через полторы, две, три, четыре недели. То есть это все очень индивидуально. Эту процедуру можно предложить как совсем молодым женщинам, девушкам, когда речь идет о том, что только-только-только какие-то отдаленные признаки того, что лицо меняет свою форму, немножко опадает. То есть с одной стороны, это для таких женщин, с другой стороны, в любом возрасте, когда вы просто боитесь иголки и не хотите делать какие-то инъекционные методики, тем более боитесь скальпеля. То есть даже когда есть необходимость уже в каком-то хирургическом лечении, все равно какое-то улучшение. Понятно, что неравнозначная хирургия, но какое-то улучшение, какой-то свежесть лицу эта процедура придает. Что происходит? Идет прогревание глубоких слоев кожи. Большой плюс данного аппарата, данной процедуры, то есть чем более современные аппараты, тем вы меньше чувствуете тепла на поверхности, тем меньше вероятность, что мы, допустим, какой-то ожог, тем минимальный, и тем больше мы прогреваем кожу внутри. И тем самым стимулируем образование нового коллагена, достигаем реорганизации коллагена, то есть уменьшения площади кожного лоскута. То есть оно сокращается по площади, улучшается его тормозкачество. Я не могу обещать, конечно, что это процедура, которая убирает все морщины. Нужно понимать, что для каждой проблемы есть свое решение. В частности, если уже сформировалась линия, то, скорее всего, ее нужно заполнить гиалуроновой кислотой. Но после заполнения или до заполнения все равно нам нужно, чтобы окружающая ткань выглядела здоровой, выглядела свежей. Потому что заполнив морщинку, мы можем зачастую получить рядом стоящие ткани, западут, и будет выглядеть еще хуже за счет того, что будет заметна линия заполнения и остальная ткань без тонуса. Для нашей Сильвии эта процедура, процедура выбора, потому что она не противопоказана кормящим мамам. Она возможно ее выполнять в любом состоянии человека. И еще один очень приятный момент, что эта процедура практически безболезненная. Продолжение следует...